всем привет привет сегодня мы поехали погулять в парк на велопрогулку на велопрогулку как называется парк я напишу в описании более подробную информацию тоже напишу в описании потому что не знаю когда переводится на русский вот мы сюда доехали на такси можно сюда доехать на мотоцикле ехать принципе недалеко и вот посмотрите мы приехали только как как только вышли мы из такси смотрите просто много-много аренды велосипедов и они прям бросаются на тебя предлагают именно арендовать велосипед кать сколько стоит один велосипед одноместный стоит 10 юаней на целый день то есть это очень дешево вот такие мы велосипеды взяли себе это мой велосипед это ваш вот ваш а также здесь есть тандемные велосипеды то есть можно садиться допустим вот вдвоем семья из трех человек ребенок и мама папа педали ребенок сидит он ножки сложил ей короче много очень велосипедов всяких разных так также есть горные на них мы цену не узнали мы взяли обычные велосипеды которые просто для прогулки будет удобно 20 подороже до почта куда там скорости в горочку подбираться нам не надо ничего нам не надо экшена мы просто покатаемся по парку парк очень большой парк находится вот вон там находится мы сейчас него поедем ну вот ребята мы подъезжаем парку 1 авария зашла парка открытый поэтому ход бесплатный а а я подождите она качала тоже я слышал вас так сколько вы не ездили 37 лет вы не ездил и а и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok В общем по времени мы уже катаемся примерно около часа и мы маленечко подустали Не знаю как вы, но я подустала Китайцы очень выносливые, они всю жизнь на великах, они всю жизнь в движении и они как-то не стесняются заниматься спортом публично Везде делают спорт Везде, да, правильно ты говоришь, везде делают спорт В начале видео проезжали мимо женщины, она встала на дороге и там что-то там танцевала, делала в общем какие-то гимнастические эти упражнения То есть она грубо говоря спортом занималась Не боятся ходить, какие-то гимнастики делать, какие-то массажи делать прямо на ходу Ходят и что-то колотят в себя, какие-то руки выворачивают, растяжки делают Да, да А у нас, ну я не знаю, если мы будем в России, будем идти и начнем вот так вот поднимать просто руку Одну, вторую Ну да, что-нибудь потягивать Да, да, потягивать, на нас уже будут косяка давить И говорить, что это они делают такое непонятное А здесь это нормально Здесь нормально, да? Здесь нормально На тебя никто смотреть не будет На тебя наоборот, мне кажется, будут смотреть, что ты толстый и некрасивый Да, да, да Потому что здесь китайцев толстых очень мало Мало, мало Нет, китайцы толстые тоже есть Вон, бабушка сидит Сколько ей? Ну, мне кажется, ей лет 50 Мне кажется, ей постарше она Да Ага, постарше Ну, а тебе постарше По комплекции она очень хорошо выглядит Да То есть собранная такая Собранная такая Ребята, если вы знаете, где в России такие места есть, что-то похожее, пишите комментарии Да, очень интересно узнать, правда, есть в России такое Потому что мы вот родом из Сибири и в нашем городе небольшом у нас таких парков нету И в Иркутске тоже Парки есть, но они очень маленькие и они, как правило, вот не такие Не приспособлены именно, да, на катание на велосипедах Правильно сказал, что у нас весь спорт загнан на стадионы, в спортзалы А вот так Да, все прячутся В спортзалах прячутся То есть если спорт делают, то прячутся в спортзалах У нас стесняются, у нас же не танцуют по вечерам на улице, правильно? Никто не играет во дворе в бадминтон, правильно? Да, поэтому мы так считаем, что прячутся, потому что, ну, мы стесняемся А они, для них это нормально просто и все В 5.20 начинает нас будить именно баскетбольный мяч на площадке Но я хочу сказать, что они и ложатся, основная масса, рано В 11 мы идем домой или в 12 и уже почти все окна темные Я обратила на это внимание, у нас бы дом светился бы, а здесь нет Здесь в основном окна темные То есть люди ложатся рано, они встают рано, но и ложатся рано Кстати, забыл сказать, вечером здесь просто не протолкнуться Вот эта дорожка, по которой мы сейчас едем Она полностью вся забита велосипедами Да, Кать? А я рассказываю то, что мы как-то вечером были В часов 6-7 сюда приехали И вот эта дорога, по которой мы сейчас едем Она была полностью вся забита велосипедами Прям вот потоком идет Да, ну да Но я бы не смогла, наверное, кататься в таком потоке Это, мне кажется, очень тяжело Потому что постоянно кто-то рядом едет, кто-то сзади спереди поджимает Нормально, можно ездить Я так понял, Татьяна Анатольевна на выезд уже поехала, да? Да, она все, она не может быть Я думаю, что это у нас первая часть видео И вторую часть мы сделаем Мне приходится, ребята, в общем, смотреть на нее На дорогу я не смотрю Я смотрю на нее, пытаюсь ее взять в кадр И, блин, я не могу, оказывается Короче В общем, мы сделаем обязательную часть Еще одну про этот парк Поедем с детьми, покатаемся Покажем их впечатления Как они вообще отреагируют Мне кажется, им очень понравится Надо будет велосипеды выбрать так, чтобы дети были с нами по одному Вот И покатаемся по парку То есть у нас будет такой пикничок Возьмем с собой какие-нибудь продукты Вот Покатаемся Устанем Сядем на травоньки Отдохнем И поедем дальше Покатаемся Посмотрим парк Поснимаем А сейчас мы устали Больше всех устала мама Да Мама, потому что не ездила 30 лет уже На велосипеде не ездила Поэтому Ну, нам тут надо ее будет простить Наверное, да? Она вон помчалась Скорее, скорее велик сдавать Даже нас не ждет По поводу цен Мы уже вам сказали Я считаю, что 10 юаней В принципе за такой велосипед Это не дорого Вот Но рекомендую Лучше брать вот такой вот За скоростями Потому что там в парке Прям есть Возвышенности Горки Всякие, да? И ездить на таком сложновато, да? Сесе Ага Депозит Депозит 100 юаней за один велосипед То есть вот нас трое было 300 юаней Классный парк Мне понравилось кататься на великах Больше 30 лет не каталась на велосипеде Я подумала, конечно, но это хорошо Как тебе? Прикольно? Вообще классно Ножки бубу? Ты знаешь, нет Нормально? Ноги не говорят Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх Подписывайтесь на наш канал Всем пока Пока Пока-пока Пишите комментарии